Они защищали родину в тяжелые годы войны и навсегда останутся в памяти народа. На площади славы, на пути к храму Георгия Победоносца, появилась аллея маршалов Победы. Это восемь бронзовых бюстов известных полководцев, которые в разное время были связаны с запасной столицей, городом Куйбышевым. Каждый, кто это узнает, он понимает, какую роль, на самом деле, какую огромную роль наш город в годы войны играл не только, который, значит, как город трудовой доблести, как город, который воспитал огромное количество героев, более 230 человек стали героем Советского Союза, ну и как город, который так или иначе повлиял на жизнь, на судьбу ведущих полководцев, которые сделали возможным победу над таким сильным врагом. В открытии аллеи принял участие помощник президента, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Символично место, бесподобное, замечательное место, которое было выбрано для этого. Спасибо администрации области, конечно, и лично губернатору, большие молодцы. Символично, символичные фигуры, которые были выбраны. В Самаре увековечили память маршалов Александра Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкого, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Еременко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова. Первые лица региона и города возложили цветы к скульптурам героев. Приехали на торжественное открытие аллеи также внуки и правнуки полководцев. Это является частью моей жизни, и мне нужно максимально узнать, что возможно от своих предков, для того, чтобы передать в дальнейшее поколение. Я очень рад, что здесь с вами вместе на этом празднике. В тот же день на доме номер 180 по улице Чапаевской состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в честь генерала Ароны Карпоносова. В годы Великой Отечественной войны он был заместителем начальника генштаба, а в послевоенные годы жил в Куйбышеве по этому адресу. На открытие таблички приехал внук генерал-олимпийский чемпион по фигурному катанию Геннадий Карпоносов. Вот когда мы вместе собирались, вместе за одним столом, когда дедушка и бабушка еще были с нами, у нас был главный тост, чтобы то, что было с 1941 по 1945 год, никогда больше не повторилось. И то, что некоторые сейчас пытаются приунизить, приумолить заслугу советской армии в победе в Великой Отечественной войне, я считаю, это просто недопустимо. Многие самарцы принесли к дому цветы, как дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Светлана Кудрявцева, Олег Зверев, Константин Головин, Николай Сидоров. События.